Мы продолжаем искать ответы на вопросы, которые регулярно поступают в редакцию программы про здоровье от наших телезрителей. Насколько это рационально, использовать солнцезащитные крема в течение всего года, спрашивает Наталья, жительница Бердска. Слышала, что если такими средствами пользоваться и зимой, то можно надолго сохранить молодость. Так ли это? Или все это только рекламный ход, а наши деньги, как говорится, на ветер? Наталья, на ваш вопрос отвечает врач-дерматокосметолог Ольга Куркова. В этом есть очень большое рациональное зерно, поскольку наша кожа подвергается инсоляции круглый год и зимой в том числе. Кроме того, зимой очень много отраженного света за счет снега, за счет белого снега. Солнечные лучи, они воздействуют на кожу, вызывая процессы старения. Они вызывают процессы деградации коллагена. Можно много говорить об этом медицинскими терминами, но тем не менее, в общих словах, вызывает преждевременное фотостарение кожи. Вопрос о том, не является ли это маркетинговым ходом, в наше время ситуация такова, что вовсе не обязательно покупать отдельно дневной крем, отдельно фотозащитный крем и отдельно декоративную косметику. Практически все производители косметики выпускают сейчас дневные кремы, которые сочетают в себе, например, увлажняющее действие, защитное действие, плюс туда добавлены солнцезащитные факторы. Солнцезащитный фактор зимой может быть, конечно же, меньше, чем летом. Если летом я рекомендую солнцезащитный фактор 40-50, в зависимости от образа жизни и широты, в которой проживает человек, то зимой это может быть фактор меньше, достаточно 15-20.